Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давно не выходила с вами на связь. Сейчас горячая пора заготовок. Вот у меня назрело столько помидор, что я не знаю, куда их девать. Но так как я много работаю и у меня катастрофически не хватает времени, те зрители, которые меня смотрят давно, знают, что я люблю простые рецепты, максимально простые, и не люблю долго морочить голову. Сегодня я хочу приготовить томаты в собственном соку. Как я уже сказала, максимально просто, без стерилизации. Сейчас я вам покажу, что мне для этого нужно. У меня есть помидоры, которые немножко с бачками, немножко креснутые, потому что такое лето, то жарко, то холодно. И, в общем, не кондиция. Я их беру, нарезаю произвольно. Можете прокрутить через мясорубку, как хотите. Мне удобнее вот просто вот так вот взять их, покидать в кастрюлю, обрезая все плохие места. Я вам даю рецепты без веса, потому что я ничего не завешиваю. Я просто беру то, что у меня лишнее. В данный момент вот у меня есть миска и тарелка с этими помидорами. Вот видите, как они треснули в этом году. Хотя помидоры все очень хорошие. Они, наверное, у меня росли на улице. И вот так от перепадов кулаги потреснулись. Я для этого рецепта беру помидоры. Те, которые вот в переработку, которые не очень хорошие, не очень красивые. И еще беру помидоры хорошие, крепкие, которые у нас будут в этом томатном соке находиться. Смотрите, какие красивые. Очень жалко, конечно, что они так потрескались. Но в теплице все, конечно, очень красивые. Ничего не могу сказать. Этот бут очень урожайный. Очень порадовал меня. Я помидоры очень люблю. Это просто моя слабость. Я всегда их выращиваю. В любую погоду, в любое время года. Помидоры всегда есть. Коллекционные семена покупаю. Помидоры меня радуют всегда и в любую погоду. Как вы видите, ничего сложного я не делаю. Ничем себя, жизнь себе не усложняю. Ну вот, я дорезала почти все свои помидоры, которые хотела переработать. Вот такой у меня есть красивый. Вот такой у меня есть красивый. Называется пестрый мышь. Очень вкусный. Смотрите, какой разрезик красивый. Итак, вот у меня кастрюля получилась с теми помидорами, которые не очень хорошие. Еще я сюда добавлю острый перчик. Не любите, можете не добавлять. Я вот прям, у меня такие маленькие тайский перец острый. Вот такие маленькие стручки. Я на эту кастрюлю добавлю два. Третий будет лишний. И вот такой зубчик чеснока. Ну, то есть полголоски. Единственное, что чеснок я сейчас его измельчу, но добавлю в самом конце. Сейчас не буду, чтобы он сохранил свой запах и свой вкус. Я его добавлю за 10-15 минут до окончания готовки. Сейчас я эту кастрюлю ставлю на огонь и варю до... Вот оно сейчас закипит. Томаты все размягчатся, растекутся. Это займет, ну, где-то полчаса времени. За эти полчаса можно заниматься своими делами. Единственное, что я сюда сейчас добавляю, это соль. Так как мне надо, чтобы помидоры отдали свой сок максимально быстро. Солю, добавляю сахар. Все по вкусу. Когда вы пробуете, вам должно быть вкусно. Чуть-чуть должно быть пересоленое, так как имеется в виду, что это горячее. Оно немножко пересоленое. И когда у вас остынет, то будет соль в норме, не бойтесь. Помидоры хорошо убирают соль, поэтому можно посолить щедро. Так как здесь есть сахар, здесь есть кислота, и вот тут будет баланс как раз при добавлении соли. Томаты наши готовы. Они разварились, они пустили сок. Сейчас я беру блендер и просто перемалываю их. Томаты цветные, сок у меня оранжевый. Помидоры перемололись. Сейчас я сюда добавляю соль, сахар. Все по вкусу. Я вам уже говорила, чтобы было вкусно, соли надо немножко побольше, чтобы вам показалось пересоленым. Потому что эти помидоры у нас цириковые, крупные, поэтому, чтобы они просолились, соли нужно больше. Сахар. Сахар прекрасно гармонирует с помидорами, не бойтесь. И душистый перец. Тоже по вкусу. Я добавила вот на это количество, ну, где-то 7 горошек. Теперь я это все ставлю еще раз на газ и варю до тех пор, пока не исчезнет сверху вот эта вот пенка томатная. То есть я ее буду снимать до тех пор, пока она не перестанет появляться. После того, как будет все готово, я добавлю уксус. На вот эту кастрюлю приблизительно 50 грамм. Больше не стоит. И полстакана растительного масла. Это все закипает. Я добавляю чеснок и дальше покажу вам, что мы делаем с помидорами. Пока помидоры довариваются, я беру ванночки и кладу в них помидоры. Буду класть вот такие, типа сливки. Средние. Можно взять мелкие черри, но все-таки мне кажется, что такие смотрятся гораздо лучше в собственном соку. Мы к ним больше привыкли. Заливаем кипятком эти томаты. И они у нас стоят до тех пор, пока наша томатная заливка не будет готова. Томатная заливка у меня готова. Теперь я беру свои баночки. Сливаю кипяток. Итак, я слила кипяток. Теперь я в эти баночки наливаю нашу заливку. Вот сколько входит, чтобы полностью покрыть помидоры. Все, закрываем и закатываем. Проверяем. Все герметично, ничего не течет. Переворачиваем в баночки и оставляем до полного остывания. Вот такая красота к зиме у нас получилась. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.